В этот день, 8 ноября 1748 года, начало строительство Воскресенского Новодевичьего монастыря архитектора Растрелли. 8 ноября 1975 года на большом противоуточном корабле «Сторожевой» произошел мятеж. Его лидером был офицер Саблин, желавший свержения существовавшей власти номенклатуры. В этот день, 8 ноября, родились Иван Горимыкин, государственный деятель, второй премьер-министр Российской империи, один из ярких сторонников насаждения в стране самоуправления земства. Евгений Тарли, крупный российский советский историк. Работа Евгения Тарли вызывает неизменный интерес, потому что он рассказывал о известных личностях, как о простых людях. Об известных событиях рассуждал не только как блестящий аналитик и историк, а словно рассказывал о них хорошему другу. Говорят трех сталинских премий. Тарли был академиком Академии наук СССР и многих других зарубежных академий. Считается одним из лучших специалистов по истории международных отношений. Родился Тарли в Киеве в еврейской купической семье. Свою склонность к языкам и истории Тарли унаследовал от отца. Тот свободно говорил на немецком и французском и даже переводил Достоевского. После гимназии юноша познакомился с известным историком Успенским. По его рекомендации он отправился в императорский Новороссийский университет. Но на следующий год неугомонный студент перевелся в Киев, где, кстати, принял православие. Он был крещен в Софийском соборе и получил новое имя Евгений. Еще в гимназии Тарли полюбил религиозную русскую девушку из дворянской семьи Лелю Михайлову. Она была согласна выйти замуж вопреки воле родителей, но только если Тарли станет православным человеком. Как показало время, Евгений проникся духом христианства, а его жена никогда не пожалела о принятом решении. Супруги прожили в полном согласии 60 лет. И так, как многие студенты того времени, Тарли участвовал в кружке социал-демократов. Был арестован во время доклада Луначарского о Генрихе Ипсоне. Лишь в 1903 году, после многократных прошений профессоров, полиция разрешила Тарли преподавание. Но потом вновь он был арестован как политически неблагонадежный. А в феврале 2005 года был даже ранен конными жандармами на митинге в Петербурге, который был посвящен поддержке Николая II и его манифеста о гражданских свободах. Этот манифестом инвестировал всех неблагонадежных, и Тарли вернулся к преподаванию. Несмотря ни на какую критику царской эпохи, к Октябрьской революции Тарли отнесся очень осторожно. И проведя аналогию, опубликовал труд о терроре в революционной Франции. По воспоминаниям друзей, Тарли нужно было быть человеком неудюжной и храбрости, чтобы издать такую книгу. Медленных репрессий не последовало, но Тарли взяли на заметку. В 1929 году, когда по академическому делу была арестована целая группа известных историков, 115 человек, ОГПУ выдвинуло им обвинение в заговоре против советской власти. Тарли якобы предназначался пост министра иностранных дел при новой власти. В итоге его сослали в Среднюю Азию. В ссылке он и начал свою знаменитую книгу «Наполеон». Эта монография, написанная с немыкновенным литературным талантом, до сих пор остается самой популярной работой о Наполеоне. Потом Тарли вернули, даже восстановили звание академика, но тут же на него обрушилась половина критики. Его Наполеона прозвали «вражеской вылазкой». Историк уже был готов к новой ссылке, но за книгу неожиданно заступился сам Сталин. И Тарли с головой погрузился в работу. Он успевал все. Преподавал, занимался общественной деятельностью. В войну был членом комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. В 50-е годы в Советском Союзе начал процветать тщательно закамуфлированный антисемитизм. Но Тарли никогда не скрывал свою национальность, что многим казалось бесшабашной удалью. Как-то на большой лекции НГИМО его назвали Тарли, с этаким французским ударением. И он вдруг вскипел «Я не француз, а еврей, и моя фамилия произносится Тарли». Смелая эта фраза тотчас разошлась по столице. Тарли умел дружить, обладал тонким чувством юмора. В его доме часто собирались интереснейшие люди. И вот как-то Чуковский поспорил с Маршаком, что тот не придумает рифму к фамилии Тарли. Но Маршак выдал оригинальный экспромт. В один присест историк Тарли мог написать, как и об альбом, огромный том о каждом Карле и о Людовике Любом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова